Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас мы с вами провяжем образец из вязальных ниток, из хлопковых вязальных ниток, производства предельничного комбината имени Кирова. Если вы любите вязать хлопок, если вы любите хлопковые вещи, в магазине Невская рукодельница, к вашим услугам, там вы найдете абсолютно любую хлопковую пряжу на любой вкус. Огромная цветовая палитра и огромный выбор. Адрес магазина вы видите под этим видео. А сейчас мы с вами провяжем из этой пряжи, из пряжи Нарцисс, вот такой интересный узор. Этот узор только кажется сложным. На самом деле он выполняется очень легко. Выполняем его на машинке Silverita 7040 на основной фонтуре. Это однофонтурный узор. Первое, что мы делаем для того, чтобы не ошибиться, выставляем в переднее положение иглы, которые у нас не участвуют в работе. То есть мы знаем, что у нас раппорт 10 игл, поэтому первые крайние 3 иглы раппорта мы выставляем в переднее положение. Почему? С этой стороны, видите, у меня 10-10-10-10 из этой десятки. В прошлый раз я выставляла иглы с левой стороны, теперь выставляю в правой. 3 иглы. Это делается только для того, чтобы не запутаться. Так проще. Можете делать метки, можно метки не делать, просто выставить в переднее положение уголки. Потому что, видите, если вы поставите метки, вот у меня стоят 2 метки на машине. К чему они относятся, вообще непонятно. То есть лучше выставить в переднее положение по 3 иглы. Дальше берем двухугольный декер. И пересаживаем ближайшую, впереди стоящие иголки, петлю на двухугольный декер. Налево. Иглу ставим в рабочее положение, потому что она нам образует ажурчик. Если ее оставить в заднем положении, это будет не ажур, а дорожка. И двухугольный декер мы пересаживаем все петли на левую сторону. То есть вы видите, что узор идет влево-вправо, влево-вправо. Если он только что у нас шел направо, вот здесь вот у меня дорожки, то сейчас он пойдет налево. Выполнив этот рапорт два раза, вы уже даже не будете подсматривать схему и путаться тоже не будете. Все, на самом деле, очень просто. Ставите в рабочее, либо в переднее положение всей иголки. В машине, такой как сильвер, бразер, проще забирать иглы из переднего положения. Если машина с ручной прокладкой, все, ставите в рабочее положение, проверяйте язычки и два ряда провязывайте. У нас образовались аккуратненькие ажурчики. Больше выставлять вперед ничего не нужно. У нас есть уже метки, относительно которых мы будем убирать петли в левую сторону, но уже трехугольным декером. Трехугольный декер с тех же самых игол, вот у меня дырочка, ажур. Для начала поправляем язычки, чтобы они не мешали нам брать петли. Ажур. И выбираем три петли, пересаживаю их на соседние иглы. С этого же места три петли и на левую сторону, на один шаг. Линия у меня все время на одной и той же игле. То есть у меня дорожка идет, кажется, что она идет в бок, на самом деле дорожка идет вот так прямо. Это такой эффект при пересадке петель. Кажется, что у нас все вязание перекошено. На самом деле все по прямой. Больше не надо. Ставим либо в рабочее, либо в переднее положение. Все иглы. Два ряда. Берем четырехугольный декер и выполняем ту же самую операцию. Передвигаем петли на один шаг. Лево. По этой же петле ничего не меняется. Меняется только количество игл у декера. Если у вас в комплекте нет такого декера, пользуйтесь тем, что есть. Только выполнять придется этот узор за несколько этапов. Пересадили один раз, пересадили второй раз. Ну, что делать? Конечно, если вы вяжете многое с удовольствием, вам нужен полный комплект инструмента. Такой еще можно даже не говорить. Сказать его можно на смазайте. Передвинули. Ставим все иглы в переднее, либо в рабочее положение. Два ряда. Этот декер мне больше не нужен. Пять игл. Выполняем то же самое, только пятиигольный декер, потом идет шестиигольный декер. Видите? У нас все петли уходят налево. Узор мы выполняем пряжей Нарцисс. 100% хлопок. Очень мягко, нежно. Проблем при пересадке никаких. Мне нравится. То есть, получается, и узор легко вяжется, и полотно получается очень интересным, симпатичным, с таким небольшим блеском. Очень приятно выглядит. Проблем при вязании у машины нет никаких. Вяжу я на седьмой плотности. Никаких стопорок у машинки нет. Она с удовольствием берет эту нитку. Нравится и мне, и моей машине. А это значит, что изделие у нас обязательно получится на загляденье. Для того, чтобы продолжить узор, мы провязали сдвиг в левую сторону. Ведь у нас отверстия пошли как будто бы вправо. На самом деле, вот здесь у меня сдвиг петель в левую сторону. Теперь мне нужно двигаться вправо. Для этого точно так же делаю, выдвигаю иглы вперед, крайнюю. То есть, если только что мы выдвигали с правой стороны три иголки, то теперь выдвигаем с левой. Относительно десятки. По три иголочки. И будем вести уже в правую сторону то же самое, тот же узор. Мне кажется, что выдвигая иглы, мы себе облегчаем задачу. Потому что я уже точно не запутаюсь. Вот мой рапорт, вот эта петля, которую я переношу. Проблем никаких. И двухугольным декером переношу уже в правую сторону петли. И продолжаю то же самое. Двухугольный декер, трехугольный декер. Четырех, пяти и шести. И после того, как мы провязали до шестого, когда уперлись уже в эту третью иглу, уже дальше нам идти некуда, мы вошли в десятку, мы поворачиваем в другую сторону. Вот так вывязывается тут узор. Видите, все на самом деле очень просто, но эффектно. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на нашем сайте СБ вязали, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Приходите в магазин Невской рукодельницы с высококачественной хлопковой пряжей. Ваша Наталья Некрасова